Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача «Старты и финиш» и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! В Гомеле гостил большой хоккей. Юниорские сборные Беларуси, Словакии, Германии и Дании разыграли Кубок Дружбы. Международные спортивные форумы такого масштаба в нашем областном центре проходят не часто, а потому зрительский интерес к поединкам турнира был высоким. Во время игр с участием сборной Беларуси трибуны Ледового дворца были заполнены под завязку. Наши хоккеисты, в свою очередь, болельщиков не подвели, отыграв турнир без осечек. В первый игровой день команды Словакии и Германии выдали матч самым закрученным сюжетом. Лидер по ходу встречи менялся несколько раз. Уступая 3-4 за несколько мгновений до финальной сирены, Словакии сумели перевести матч в овертайм. В дополнительное время зрители заброшенных шайб не увидели, и дело дошло до буллитов. Здесь фортуна была на стороне команды Словакии. Уже вечером белорусы встречались с датчанами. Скандинавы ничего не смогли противопоставить сверхэффективной игре белорусов в большинстве и уступили 1-5. На следующий день сборная поддержала свой победный почин. Игра с немцами получилась куда более сложной, однако белорусские парни довели ее до желанного для себя результата, одержав викторию со счетом 4-2. Словакии с трудом сломили сопротивление датчан 2-1. Таким образом, судьба трофея решалась в заключительный день в очном поединке белорусов и словаков. Победитель поднимет над головой Кубок Дружбы. Подопечные Евгения Исаулова, благодаря самодаче, в защите и бережному отношению к голевым моментам, уверенно обыграли соперником 3-0. Так что Кубок Дружбы остался в Беларуси. Немцы со счетом 5-2 обыграли команду Дании и заняли третье место. По итогам турнира белорусы нападающий Игорь Мартынов и защитник Дмитрий Дерябин признаны лучшими в своих эмплуа. Футбольный клуб Гомель – чемпион. Зелено-белые возвращаются в высшую лигу чемпионата Беларуси в качестве победителя турнира в дивизионе рангом ниже. Вопрос чемпионства в первой лиге решался в последнем, 26-м туре. Судьба гомельчан была исключительно в их руках. Гомелю нужно было обыгрывать Ашмяна, и тогда результат встречи Могилевского Днепра и столичного луча не имел никакого значения. Зелено-белые занимали бы первую строку в турнирной таблице. С календарем, надо сказать, Гомелю повезло. Ашмяны – бесспорный аутсайдер турнира. В первом круге гомельчане камня на камне не оставили от соперника, победив на его поле со счетом 5-0. Однако к финишу чемпионата голы зелено-белым давались большим трудом. В трех предыдущих турах гомельчане забили только однажды. Главком Гомеля Владимир Журавель уверил, что недооценки соперника ни в коем случае не будет. Команда выйдет на поле в решающем матче максимально сосредоточенной. Еще в первом тайме Гомель мог, если не повторить июльскую голевую феерию, то уж точно обеспечить себе комфортное преимущество. Работы у голкипера Ашмян было хоть отбавляй. Больше всех в атаке старался Алексей Теслюк. У него было несколько шикарных возможностей пополнить свой бомбардирский багаж. В итоге счет своим забитым мячам открыл центральный защитник Станислав Ижаковский. Мощным ударом он завершил расстрел ворот соперника на 32-й минуте. После этого гомельчане не перестали создавать моменты у ворота Ашмян, однако забитых мячей зрители больше не увидели. 1-0 и Гомель оформляет выход в высшую лигу с первого места. Для Владимира Журавеля это первая победа в чемпионатах страны в качестве тренера. До этого в его активе было пять серебряных финишей. Сложная победа. Со счетом 1-0. Моментов было достаточно. Ребята от большого желания не все получалось, но старание, желание отказать нельзя. Поэтому я очень рад в первую очередь за ребят. Хочу поздравить всех наших болельщиков, клуб с возвращением в высшую лигу. И уже надо сегодня, если честно, и намного раньше уже думать о будущем. Сейчас все мысли уже о следующем сезоне. В вышке будет куда сложнее, а потому работы много. Пока неизвестно, останется ли Владимир Журавель у руля команды в сезоне 2017-2018. Однако сам главком дал понять, что не против продолжить сотрудничество с клубом. Желание есть работать. И, вы знаете, и душой прикипел, и много ребят молодых, которые в стадии становления. Интересно, конечно, посмотреть, что получится дальше из них, как они будут работать. И что они будут себя представлять на несколько ином уровне. Потому что высший лиг, немножко другие требования и, естественно, возможности нам другие. Я думаю, что в ближайшее время все разрешится. В итоге турнирная таблица чемпионата выглядит следующим образом. Гомель первый. На второй строке Днепр. Могилевчане также следующий сезон проведут в высшей лиге. На третьей строке расположился столичный луч. Удачно сложился нынешний сезон для еще одной гомельской команды. Гомель жил в Дортрансе. В концовке чемпионата железнодорожники немного сбавили ход, однако смогли сохранить задел, приобретенный в первом круге. И финишировали на четвертом месте. Светлогорский «Химик» завершил чемпионат на 12-й позиции. В мини-футбольном чемпионате Беларуси позади треть регулярного сезона. Пока складывающаяся картина гомельских любителей этого вида спорта не может не радовать. На верхней строке турнирной таблицы располагается ВРЗ. В 10-м туре вагоноремонтники на выезде обыграли столичные «Динамо БМТУ» 5-3. В зоне плей-офф находится и другой гомельский клуб «Белорусская Чигунка». В минувший игровой уикенд железнодорожники принимали на своем поле столичный «Мопит». Встречались соседи по турнирной таблице. До матча строителей и железнодорожников разделял всего один балл. Соперники прекрасно представляют, кто на что гораст, и потому события никто не форсировал. Игра хоть и проходила весьма быстро, однако опасных моментов было не так много. Железнодорожники, зная о надежности оборонительных редутов «Мопида», делали упор на дальние удары. Первый тайм прошел во взаимных атаках и без забитых мячей. Игра вообще не обещала голевого изобилия. Все мог решить один гол, и тот, кто его забьет, и будет диктовать условия. И на 31-й минуте железнодорожники допустили первую серьезную ошибку в защите. Во время розыгрыша углового гомельчане не уследили за Грицуком, а тот воспользовался пасом партнера, пробив без шансов для Стремилова. 1-0 и «Мопит» повел. Железнодорожники бросили и спасать матч. Один зачетный балл много лучше, чем ноль. Стремилов уступил место на площадке полевому игроку. Однако до голевого удара дело так и не дошло. А вот «Мопит» воспользовался возникшими брешами в обороне соперника. Точку на 40-й минуте поставил Селивончик. 2-0 и строители отправляются домой с тремя очками. Видно, что команды друг друга разобрали неплохо. И на первый план выходили, это мы перерыве и говорили, что исполнение стандарта. Более качественно исполнили стандарт, забили 1-0. То есть, в принципе, эта игра была до гола. Хорошая борьба, хорошая самодача обоих команд была. Ну, больше повезло сопернику. После этого поражения БЧ занимает седьмую строку в турнирной таблице. Лидирует ВРЗ. Замыкает турнирную таблицу ЦКК. Цветлогорским футболистам так и не удалось записать в свой актив хотя бы одну очко. В десятом туре ЦКК уступил охране «Динамо» 0-9. Агрокомбинат «Южный» из Гомельского района располагается на 11-й позиции. Южане в минувшем туре в Минске уступили столице. Стартовал 22-й чемпионат Белоруссии по футзалу. Первый тур в минувший уикенд принимал Гомель. Наш областной центр имеет богатую историю в этом виде спорта. Эти успехи, прежде всего, связаны с командой ВРЗ, которая была лидером не только белорусского, но и европейского футзала. Сейчас, напомню, вагоноремонтники успешно выступают в мини-футбольном чемпионате Белоруссии. В футзальном же чемпионате Гомель сейчас представляют две команды. Белгут и Скулап. Белгут в чемпионате страны по футзалу выступает с 2013 года. Играет в команде, как ясно из названия, студенты и сотрудники университета. За это время коллектив «Звезд неба» не хватал. В минувшем сезоне студенты заняли седьмое место. Соревновательный сезон Белгут начал еще до старта футзального чемпионата страны. Параллельно команда выступает и в первенстве Гомеля по мини-футболу. А неделю назад стала чемпионом города среди вузов. Так что настроение у студентов боевое. Прибавилось и опыта. В 22-м чемпионате страны по футзалу студенты намерены замахнуться на высокие места. Планы такие занять место лучше, чем в прошлом году. Поэтому постараемся пробиться в финал Кубка Белоруссии по футзалу. Ну и постараемся за тройку поворотся сильнейших. Боевое настроение и у эскулапа. Дебютировала команда в футзальном чемпионате страны в прошлом году под названием «Медик». Первый сезон не совсем удался. Шестое место. В нынешнем году расчет на строки повыше. Параллельно эскулап также выступает и в чемпионате города по мини-футболу. Огромное желание реабилитироваться за прошлый чемпионат, сыграть получше в этом чемпионате в смысле. Настрой у ребят, скажем так, боевой, ждали этого чемпионата. Дебют в нынешнем сезоне у «Медиков» не получился. В матче и открытии чемпионата эскулапа поступил со счетом 1-4 бобруйской команде «Союзэнерго». Наверное, переволновались ребята. Готовились, ждали. Я думаю, что перегорели. В следующей игре «Медики» также проиграли. На этот раз строителю из «Червенем» 0-5. С поражения стартовали и студенты. «Белгут» не смог совладать с «Союзэнерго» 1-3. Я считаю, что две равных команды играли. Они сумели воспользоваться нашими ошибками больше, чем мы смогли их ошибками воспользоваться. В принципе, у нас были моменты, но опять же, реализация нас подвела немного. Закрывала программу первого тура чемпионата страны по футзалу «Гомельская дерби». Как и ожидалось, игра получилась напряженной. Победа в этом противостоянии досталась футзалистам «Белгута» 3-2. По итогам первого тура в копилке студентов три набранных очка. Эскула поражиться зачетными баллами не удалось. Лидирует «Союзэнерго» 9 очков из 9 возможных. Отметим, что первый тур пропускали полномочный чемпион Брестский «Меркурий» и команда «Бобруйск». В гонбольном клубе «Гомель» пополнение. В ряды женской команды влилась гонболистка из Черногории Елена Маркович. 26-летняя спортсменка играет на позиции правого полусреднего. В карьере Елены Маркович выступление в чемпионатах Черногории, Хорватии, Словакии, Германии и Франции. Кстати, Елена Маркович уже успела познакомиться с игрой не только своей новой команды, но и главного соперника наших девушек в чемпионате. Черногорка с трибун наблюдала за противостоянием Гомеля и БНТУ «БелАЗ», которая состоялась в областном центре в субботу. Кстати, в тот день во дворце игровых видов спорта был гонбольный вечер. После девушек на паркет вышли мужчины. Гомель принимал «Машеку». Противостояние Гомеля и БНТУ, как всегда, оправдало все авансы по зрелищности и принципиальности. Напрос о победителе решался в последние минуты. Первый тайм завершился в пользу хозяек паркета. Гомельчанки выигрывали к перерыву один мяч – 16-15. Старт второй, половина остался за столичными гонболистками. Они сумели убежать от соперниц на расстоянии трех точных бросков. Томас Чаттер сумел внести коррективы его подопечные к середине тайма. Они только сравняли счет, но и вышли вперед. Правда, и у Константина Шароварова нашлись аргументы, так что мячанки вернули себя отрыв в два гола. Правда, ненадолго. За три минуты до финальной сирены счет на табло был равный – 33-33. В концовке гомельчанки не смогли довести до голевого завершения несколько перспективных атак, а вот мячанки были точны в завершении. Как итог, поражение хозяек со счетом – 34-36. Самой результативной в составе Гомеля стала Оксана Артамонова – 7 голов. В БНТУ самую высокую результативность показала Лилия Артюхович – 12 точных бросков. «Интересно играть с ними, потому что команда хорошего уровня тяжеловата, как вы видите. Защиту мы, в принципе, сегодня отстояли хорошо. Правда, дальние броски мы никак не можем у них закрыть. Будем стараться, а в нападении, в принципе, все хорошо». «Были несколько провалов. В начале второго тайма мы немножко пропустили, а не оторвались на четыре мяча. Потом мы нашли себе силы, догнали их. И вот это уже нервная концовка. Вроде сравняли счет. И вот все-таки не хватило, наверное, длины скамейки, скажем так. У них все-таки больше человек менялось. И вот все силы отдали. Поэтому немножко не хватило на концовку». Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» в поединке с Могилевским Машекой проблем не испытала. Гомельчане еще в первом тайме создали задел в пять мячей. Он позволил спокойно чувствовать себя во втором тайме. Финальная сирена зафиксировала на табло победу Гомеля со счетом 39-33. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова